Всех приветствую! Сегодня ролик будет даже быстрее обычного, потому что на рынке ничего особенного не произошло. Да, Илон Маск написал очередной твит, чтобы пропампить биткоин. Отчасти у него это получилось, биткоин пошел вверх, но пока на разворот это не тянет. Вот эта свеча, которая сейчас формируется, нужно смотреть, как она закроется. Если она хотя бы еще немного отрастет и закроется примерно вот на данных уровнях, где-нибудь здесь, а лучше еще повыше, то да, есть вероятность, что на откате можно будет прикупить, и вот это движение можно будет считать заходным импульсом, и то с натяжкой, потому что еще много факторов, которые противоречат этому. Если же смотреть вообще на часовиках, то данное движение, оно имеет структуру трехволновую, что говорит о коррекционном характере движения. Это означает, что мы пойдем дальше ниже, снижаться. Но стоит отметить, что в прошлый раз, как мы начали здесь движение, здесь тоже было похоже на три волны. Но однако же, с этого движения мы начали поход наверх. Здесь три волны, здесь три волны. В теории с трех волн не начинается. Вот здесь еще можно найти пять волн. Здесь пока нет. Здесь явно три волны. Поэтому твит Маска о том, что он внедрил систему продажи Теслы за биткоины, придало небольшое движение наверх, но на разворот это пока не тянет. Поэтому здесь также пока входа на лонг нет. По моей стратегии смотрим эфириум. По эфириуму мы даже совсем немножко отскочили. Все-таки Тесла у нас за эфириум, оказывается, не будет продаваться. Маск об этом не написал. Поэтому здесь также вероятнее всего. Возможно, пойдем ниже. Ну или, по крайней мере, лонга пока здесь нет. Точки входа нет. По риплу глянем часовичок. Здесь продолжаем также находиться в коррекции. Точки входа нет. Пока также в четвертой волне корректируемся. И если вне позиции, то пока и не входим. Смотрим АДУ. По АДЕ также мы отскочили вместе с биткоином. На новости хороший. Но это не заходной импульс. По АДЕ также без изменений. Причин для входа пока нет. Дэш. Такая же ситуация. Идем вниз. Разворота пока не наблюдаю. Полка ДОТ. Здесь также даем отскок. Но по моей стратегии нет подтверждения того, что мы отсюда пойдем вверх. Возможно, проторговав еще несколько свечей, это преобразуется в нужную формацию. Но пока нет. БНБ. По БНБ. Также стоит посмотреть, как закроется данная свеча. И это будет положительное закрытие данной свечи. Можно будет расценивать, как один из факторов на разворот. Но опять-таки, повторяю, объемов нет. И еще некоторых факторов здесь также не наблюдается. Пока лучше посмотреть со стороны. По рублю у нас при достижении отмеченного уровня мы пошли в коррекцию. Давайте глянем поближе на часовик. Получили дивергенцию. Объемы у нас здесь не отображаются на данном графике. Вполне вероятно, что... Давайте проверим. Чуть-чуть побольше возьмем... Поменьше, вернее, возьмем таймфрейм. Да, здесь дивер неплохой. Нет, конечно, подтверждения, что завершилась именно третья волна, а не тройка в тройке. Вполне вероятно, мы еще наверх сходим для завершения третьей волны. Пока оставлю в стороне пик. Но коррекционное движение было предсказуемо, поэтому основной прогноз также наверх. Но сейчас у нас пока коррекция. Индекс доллара на четырех часах. Ну, пока еще не дошли до расчетной зоны. Идем по плану. Пока тормознули на предыдущем пике. Если не сольют нас отсюда вниз, то все пойдет, как мы и запланировали, в расчетную зону. А если мы идем в расчетную зону, то есть наверх, биткоин идет вниз. И пока все совпадает. Биткоин прольется вниз, индекс доллара пойдет наверх. Пока так. Пока изменений никаких нет. И следующий монет у нас из доната. Попросили посмотреть очень странную пару. BTC, ST, BUSD. Что это у нас такое? Это очередной какой-то биткоин. Зачем вы их торгуете? Полно нормальных монет. Открывайте CoinMarketCap и смотрите нормальные монеты с хорошей капитализацией. Вот это вот что такое? Это просто у нас в момент просто на 90, на 85% просто грохнулось. Такое может быть с любой криптовалютой, конечно. Но вот с этим-то зачем торговать? Ну ладно. Давайте посмотрим, что здесь у нас происходило. Допустим, волна 1, 2, пошли наверх, в тройку, скорректировались, четверку, здесь пятерка. Все, вот здесь бы я выходил уже. Получили дивергенцию, выход объемов. Вот здесь уже можно было бы выходить. Однако же, пошли наверх, индикатор вверх, объемы вверх. Растягиваем третью волну, как это часто бывает. И вот здесь всех, похоже, засадили. Сходили в коррекцию. Те, кто не вышел, получили стопы либо проскальзывание и сидят в просадках. Да, структура на самом деле очень странная. Вот эту часть можно даже не смотреть. Вот здесь, скорее всего, было 1, 2, 3, 4 и пятерку мы с усеченной волной нарисовали. Ну, по сути, мы ее не дорисовали. Здесь что-то произошло, что нашу монету укатало в пол. Стоит ли сейчас заходить? Здесь выглядит, как будто бы все классно. Упали ниже плинтуса. Торгуемся. Что у нас здесь происходит? Смотрим часовик. Здесь все, все обнулили, как у нас любят делать в стране. И начинаем торговать заново. Все, летит вниз. Подбирать смысла нет. Здесь также пошли вниз. Вот здесь что-то было похожее на заходной. Но также откуплено все вниз. Тени сверху. Здесь тоже входить смысла не было. Вниз, вниз, вниз. Что происходит сейчас? Здесь также не пускают наверх. Объемов практически нет. Ну, пока точки входа здесь нет. Дно мы так и не нащупали. Дно здесь нет. Где у нас дно? Вот здесь якобы дно. Ну-ка. Ну, мы вот до 6 можем сходить. Здесь у нас давно уже было. Да. Поэтому входить в эту монеточку вообще не стоит. Вообще. Мы можем вот так вот и пилить, и пилить ниже. Давайте посмотрим, может, на другой паре. Бить. Си. 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 Что у нас здесь есть? Вот. Юздит. В принципе, тоже бакс. Что у нас здесь? Сильно не отличается. Все то же самое. Ну, вот на 8. То есть спокойно можно идти ниже. Здесь в такое лучше не входить. На нормальном рынке, конечно же, гэп. Его должны закрыть, сходить обратно. Но это сколько может длиться? И произойдет ли это вообще на такой монете? Отскок. Но, опять-таки, 3 волны только. Если он нарисует 5 волн. Давайте все-таки попробуем здесь хоть какую-то возможность нарисовать на вход. Если мы нарисуем хотя бы что-то подобное, 5 волн, это будет считаться уже импульсом. То на откате можно брать, с расчетом сходить повыше, но обязательно стоп за основание. Без него могут также и вниз пойти. Но, скорее всего, и не будет здесь 5 волн, и также вниз пойдем. Что у нас, интересно, по CoinMarketCap? Прям интересно стало. BTC, ST, Bitcoin, Standard, Heshered, Token, MarketRank 251. Ну, зачем он вам? Дальше сотни вообще не стоит ходить и смотреть, где торгуются. Ну, QSDT, больше всего торгуются. Но мы этого и смотрели, в принципе. Правильно. Нет? Резюме какое? Ходить сюда точно не нужно. Полно сотни тысяч монет, куда можно зайти, где лучше можно найти ситуацию. Если же прям деньги карман жгут, дожидаемся импульс, на откате входим, стоп за основание. Обязательно стоп. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте. Удачной торговли и счастливо!